Всем привет на канале AllsDutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему нелегальных мигрантов на территории Германии и в частности в Баварии вот эти вот тунисские беженцы, которые ведут себя достаточно неадекватно, устраивают различные дебоши, совершают преступления вплоть до изнасилований, резни в этих лагерях, где они живут. И я вам уже рассказывал о том, как несколько вот этих вот тунисских беженцев, мигрантов избили другого только потому, что у него был нательный крестик. Несколько из них до сих пор находятся под следствием, вот, потому что они избили не только одного человека, они еще избили охрану. Пришлось вписываться в это дело полиции и убирать их всех за решетку. Сегодня я хотел бы вам рассказать о другом случае, связанном тоже с этими тунисскими мигрантами, приехавшими сюда пару лет назад, живущими, вернее жившими до декабря прошлого года в этом лагере для переследцев. Под Новый год, под Рождество, одного тунисца вышвырнули из дискотеки, охрана вышвырнула его из дискотеки за то, что он начал сексуально домогаться одной девушке. Она не хотела, чтобы он к ней вообще подходил, он начал ее, во-первых, распустил руки, потом начал ее оскорблять, начал к ней цепляться уже открыто, охрана в это дело ввязалась и выдворили его из дискотеки. Казалось бы, ну успокойся, иди, продышись на свежем воздухе, благо зима, воздух холодный, но нет. Через полчаса этот, скажем так, изгой вернулся обратно к дискотеке, но уже с двумя своими поддельниками, живущими тоже в этом лагере для переселенцев. И у них были у всех почему-то ножи. Они решили вызвать охрану на разборки, пытались войти на дискотеку, их не пустили, они устроили дебош, они устроили драку перед дискотекой, они размахивали ножами, нанесли несколько легких ранений ножевых охранникам, посетителям, которые хотели зайти на дискотеку. Была вызвана полиция и их увезли в полицейский участок. Значит, несколько месяцев шло следствие, и за то, что оказалось вот этот тунисец, который домогался сексуальной девушке, он оказался замешан еще в одном преступлении, в изнасиловании. Это было доказано при помощи анализа ДНК. И сейчас стало известно, какой ему присудили срок. Ему дали 4 года за изнасилование, а вот этих подельников, по-моему, то ли административный штраф одному дали, другой пока просто находится под следствием, потому что у него вроде бы то, что он участвовал вот в этой вот поножовщине, пытаясь поранить людей, якобы посчитали вот прокуроры, что это не столь страшно, мол, типа одумается. Но первого, которого выгоняли из дискотеки, и он опять вернулся с ножом, смогли доказать, что он участвовал в изнасиловании, это был именно он. И одно на другое наложилось, поэтому ему дали 4 года. Возникает вопрос, если вы приехали сюда, у вас в стране были такие напряги с женским полом, почему вам не пойти к массажисткам, скажем так? Они бы вас вложили по полной программе, со скидкой на то, что вы беженцы. Но ведут они себя достаточно отвратительно. Многие, особенно молодые они, в основном молодые сюда приезжают. Ведут они себя ужасно отвратительно. И пресекать это нужно сразу на месте, чтобы не давать повода другим таким же ушлепкам вести себя точно так же, а то еще и хуже. Зная всю эту безнаказанность, зная, что немецкая финида настолько вялая и пассивная, что можно сесть ей на голову и стучать по башке, по барабану, и нифига тебе за это не будет. Вот такие у нас тут законы, вот такие у нас тут порядки, но что сделаешь? Законы надо все равно менять. Мне кто-то один сказал, вам нужно менять не только законы, но и власть. Вот в следующем году посмотрим, кто у нас придет к власти в стране. Далее по вот этой вот конференции премьер-министров, земельных премьер-министров с канцлером Шольцем, с министром внутренних дел, с министром иностранных дел, которая состоялась в Берлине. Все-таки была принята программа вот этих вот пяти пунктов, которую озвучил премьер-министр Баварии Маркус Зедор. Единственное, что канцлер Шольц высказал свои сомнения по пункту постройки вот этих вот лагерей в третьих странах, как бы транзитных странах, через которые вся вот эта вот неуправляемая толпа, волна вот этих мигрантов прет в Германию. Он высказал сомнения по поводу того, что вот эти вот лагеря будут там функционировать. Что именно должно происходить вот с теми лагерями? Во-первых, после того, когда их построят, а может быть отведут под лагеря какие-то специальные заведения, раньше бывшие военные казармы или еще что-то. В этих лагерях мигранты будут проходить полный контроль и получать или не получать разрешение на продвижение дальше. Если же они будут получать разрешение, то соответственно уже с легальными бумагами они будут иметь право приехать допустим или в Германию или в какую другую страну, в которую их та страна, третья сторона, сможет направить после того, как допустим Германия одобрит запрос на прием какого-то количества мигрантов. Если же среди вот этих вот мигрантов будут обнаружены криминальные элементы, обычные уголовники, вообще просто нелегалы, они будут тут же с этих стран водворяться обратно. И вот тут как раз канцер Шольц сказал, что мол типа как бы это идет в разрез с правами человека, все-таки нужно быть гуманными и если выдворять людей обратно в те страны, из которых они пришли, то можно сразу с теми странами договориться, чтобы они улучшили социальную и экономическую жизнь у себя на родине. Но а как улучшить, если у них допустим, как на той же самой Украине, коррупция настолько высока, что сколько бы им денег не давали, они все деньги на следующий день профукивают и потом говорят дайте нам еще. Примерно то же самое с вот этими странами, из которых бегут сюда вот эти мигранты. И большинство вот этих вот афганских мигрантов почему-то оказывается бегут сюда через Узбекистан какими-то путями, какими-то лазейками, самолетами, но они перебираются сюда через Беларусь. Через Россию они идут свободно, через Беларусь они идут свободно, Польша их пропускает, как уже вот у нас на канале был этот выпуск, потом как польские пограничники пропустили семью афганских мигрантов, имеющую статус беженцев в Польше, пропустили на территорию Германии. А когда немцы вернули эту семью обратно на польскую территорию, то все польские власти возмутились такой вот наглостью немецких правоохранительных органов, типа, блин, это нарушение прав человека, вы обязаны их взять себе. Никто их не обязан брать себе. Согласно Дублинской декларации, если люди получили статус беженца, допустим, в той же самой Польше, они имеют право находиться только в Польше. Они не имеют право находиться, допустим, в Германии со статусом беженца в Польше, грубо говоря, с пропиской польской, и оформлять здесь какие-то социальные дотации. Очень многие мигранты поступают именно таким образом. У них есть бумаги в Польше, у них есть бумаги в Болгарии, у них есть бумаги в Германии. Вот со всех трех стран они ездят по несколько месяцев то туда, то сюда и загребают социальные пособия. И вот теперь касательно самих пособий. Опять же на этой конференции премьер-министров и канцлера Шольца было окончательно принято решение по вот этой Бецаль-карте для всех вот этих мигрантов. Что вызывает вопрос в оформлении этой карты? Во-первых, теперь уже после того, как был пробный пилотный проект в Баварии, по-моему, в Нижней Саксонии, в некоторых регионах, когда мигрантам выдавалась только Бецаль-карта и наличными карманных денег, скажем так, на месяц только 50 евро, сейчас уже многие земли будут вводить у себя с 1 июля эту карту для того, чтобы ограничить поток нелегальной миграции и не дать возможность всем вот этим вот тунеядцам получать наличные деньги, большие наличные деньги, отправлять их к себе на родину, чтобы могли приезжать такие же, как они, сюда еще. Согласно вот этой карте, у них будет, по-моему, 250 или 300 евро, и эту карту наличить невозможно ни в одном банке, ни в одном банкомате. Эта карта будет равняться, как обычный кошелек, только если она закончилась, то на новый месяц у тебя одна возможность идти в социальную кассу, чтобы тебе там ее опять заполнили определенной суммой. В магазинах, в продуктовых магазинах этой картой можно будет свободно расплачиваться. Тут она действует. Но, как я уже сказал, ее обналичить, эту карту, невозможно вообще. И это будет еще одним шагом на пути, вернее, в борьбе с этой нелегальной миграцией, хоть как-то урегулировать поток всех этих мигрантов, для того, чтобы они не валили сюда целыми толпами, целыми эшелонами, потому что все сказали, что в Германии социальная помощь дается абсолютно всем. В принципе, 9 лет назад, когда сюда ехали из Ирака очень много людей, показывали по телевизору, даже в новостях, одного мужчину со своей семьей, там, по-моему, у него жена, несколько дочерей, пара сыновей, в общем, по-моему, человек семь. И он очень сильно возмущался, открыто заявлял журналистам, что мне обещали, что я приеду сюда в Германию, мне сразу дадут дом и 10 тысяч подъемных денег. Мне не дали ни дом, мне не дали никаких денег. Я вынужден жить в каком-то лагере с какими-то нищими идиотами, которые по статусу ниже, чем я. Я покидаю вашу вонючую Германию, я уезжаю обратно в Ирак, знаете, что с моей стороны ваша страна не заслуживает никакого доверия. Вот так вот сказал этот человек. То есть он ехал сюда уже в надежде на то, что ему кто-то через кого-то сказал, что здесь в Германии каждому этому мигранту дается 10 тысяч евро, плюс дается дом на семью. Тут у нас в стране нехватка 900 тысяч квартир, то есть 900 тысяч семей сидят на очереди, ждут или расширения, или получения своей квартиры. А вот эти вот мигранты, они считают, что если они сюда приехали, значит им нужно здесь абсолютно все предоставить, чтобы у них были все дотации, все возможности намного большие и жирные, чем у местного населения. Странные у них понятия, конечно, вот этих господ-мигрантов. Ну и да, возвращаясь опять же к этой конференции, теперь министр иностранных дел Аналена Бербок просто обязана сесть за стол переговоров с тем же Талибаном, с той же Сирией и окончательно решить вопрос высылки, депортации вот этих вот нелегальных мигрантов, сирийцев, афганцев обратно в эти страны. Потому что тут нас своих криминальных элементов хватает, своих ушлепков хватает, с которыми нужно бороться. И какие-то чужие, которые там знают, что им отрежут или руки, или голову, бегут сюда, совершают те же самые преступления, зная, что за это преступление им дадут камеру в тюрьме. Я вам уже показывал, как выглядит камера в тюрьме. И они будут жить, как в гостиничном номере, в люксусном отеле, и нифига не делать. Плюс трехразовое питание. Такое уже не будет прокатывать. Ну, как вам сказать? У меня такие двоякие чувства. Есть и сомнения по поводу того, что вся вот эта вот программа будет действительно работать так, как хотят премьер-министры земельные. Все упирается, конечно, на наше правительство. Если бы правительство не было настолько лояльным к чужим людям, к этим мигрантам, к этим беженцам, а было более жестко в принятии различных решений по их вопросам, и рассматривало более скрупулезно все вот эти их прошения на статус беженца, как вот с этим вот убийцей из Манхайма, который убил полицейского, порезал несколько человек, и сейчас он в искусственной коме, к нему до сих пор не подпускают никаких, чуть тем более журналистов, ни адвокатов, никого его охраняют, потому что пока он восстановится, тогда за него возьмется следствие. Но по этому случаю в Манхайме 31 мая против нескольких полицейских возбуждены уголовные дела, потому что очень много, в первую очередь это подали люди вот этого Михаэля Штюрсенбергера на полицейских за их неряшливое халатное отношение к своим обязанностям. То есть, по их мнению, вот эти полицейские обязаны были нейтрализовать этого убийцу сразу после того, как он начал нападение. Но, понимаете, тут есть несколько «за» и «против». «За» полиция все-таки вступилась, и рано или поздно они его нейтрализовали путем жизни одного полицейского. А «против» есть тот момент, если бы полицейские открыли огонь раньше, на 5 секунд хотя бы раньше, то вероятность того, что пули попали бы не в этого убийцу афганца, а в простых прохожих или в тех же самых вот сотрудников вот этого Михаэля Штюрсенбергера, сводится, блин, один к одному. Поэтому осуждать полицию в том, что она вела себя халатно, в том, что они неправильно действовали, как-то непрофессионально. В общем, в любом случае прокуроры сказали, что они будут с этим делом разбираться, заявления будут рассматриваться, полицейские пока они работают, их от службы никто не отстранял. Это, скажем так, рутинное дело, но время покажет, какое решение примут по вот этим вот заявлениям от свидетелей, от очевидцев произошедшего преступления и что будет с этими полицейскими. Я не думаю, что их уволят, нет. Но какое-то, может быть, какое-то административное наказание будет, а может быть и затребуют с этих полицейских, вернее, с управления полицией федеральной затребуют более усиленного и специализированного обучения рекрутов полиции, приходящих в полицейские академии, для того, чтобы они умели реагировать правильно и четко в таких вот экстремальных ситуациях, которые возникают, скажем так, буквально на пустом месте. С моей стороны я тогда сразу сказал, что если полицейские находились там на площади и должны были охранять вот эту вот акцию против исламизма, то почему они находились на другой стороне площади, они находились рядом с вот этим вагончиком, да? С моей стороны я вот тогда вот сразу задался таким вопросом. Если вот этот вот человек так резко, негативно выступает против исламизации политики у нас в стране, значит, нужно было конкретно его охранять, находясь рядом с ним, а не стоя за 40 метров с другой стороны площади и просто наблюдая за обстановкой. Тем более, что там было не 6 полицейских, а там было намного больше полицейских. И, кстати, на этой городской площади в Манхайме очень часто происходят всяческие преступления. Очень часто. Там эти мигранты, афганские, сирийские, они ведут себя как какие-то ощипенцы. Если они пьют пиво, они швыряют бутылки на асфальт, разбивают все это в осколки, они шмалят там какую-то марихуану, какой-то гашиш или еще что-то, им наплевать, что им говорит полиция. Фух, такая вот ерунда, такая вот ерунда. Конечно же, двоякие такие вот чувства, настроение после таких вот сообщений на нуле. Какое может быть хорошее настроение, когда вокруг тебя происходит столько много всякой грязи. Я хотел с вами вот этим вот поделиться, но теперь можете высказываться, пожалуйста, корректно, культурно, вежливо, не оскорбляя друг друга, высказываться по поводу того, что вы услышали в этом видео. Конечно же, не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, распространить его дальше, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. И будьте нам здоровы. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok